Жамаль и Илья Джахиды. Ну, так как я понял выступление Александра Ильича, кризис решается очень просто, а так как, наверное, он просто пригласит Равитна сюда вместо профессоров, и они научат нас, как быть яблотным. Будем соединять, так сказать, два древа, тонкие линии. Но я бы сказал так, что не единственная лишь иудейская традиция дает альтернативные ответы на вопросы о соотношении знаний и веры. Вообще вот это противопоставление, оно является характеристикой только западноевропейского, достаточно асколистического подхода. На самом деле, если обратиться к авраамической традиции, имея в виду, что авраамическая традиция не есть традиция иудейская, то семитский корень веры, аман, иман, означает на самом деле уверенность или утвержденность, фундаментальная утвержденность в некотором духовном позиционировании себя в данном виде. Конечно, иман отличается от двух других корней, выражающих категорию знаний, как наука рациональная, и риф или фан, как знание духовное или видное. В действительности есть диалектика между драматическим напряжением верой и определенной пассивной, говерительной упокоенностью, которую рождает иллюзия знаний. Потому что на самом деле, как в своем бинарном выступлении Александр Ильич замечательно показал, любое знание, которое нам предъявлено, оно оспоримо и легко демонтирует. Более того, оно определяется трансцендентальными, которые в нас служат линзой, пропускающей, поступающей к нам опыт. Действительно, одно и то же пятно ровшика можно принять и за голову старухи, и за козу, и за цветок, что угодно. Как знает всякий, кто наблюдал за подобными пятнами в стенах, допустим, кузилища. Таким пятно ровшик является практически любой феномен. Поэтому в любом знании существует два момента. Некое пассивное доверие с одной стороны, а с другой стороны элемент веры, стоящей за этим доверием, который связан с волевым целеполаганием, или я бы сказал верополаганием. На самом деле принцип веры – это целиком принцип волевой. Вера есть воля. Мы верим, потому что мы совершаем интеллектуальное духовное усилие и утверждаем предмет своей веры. За любым элементом, загруженной в нас матрице, которую мы принимаем за некое слое, стоит вот это верополагание или согласие применить усилия веры, чтобы принять на веру то, что нам дают в школе, в институте, в медиа и так далее. Почему? Потому что мы соглашаемся с ценностными характеристиками данной культуры, данной цивилизации, в системе которой мы выросли. То есть мы полагаем, что наше суперэго совпадает без проблем с тем, что говорит нам о зле, и вот почему простые люди с таким доверительным отношением воспринимают информацию, дающуюся к ним из медиа. Они верят в это, потому что они полагают, что их суперэго, их сверхъя, то есть их ценностный ориентир не приходит в разрыв с ценностным ориентиром среды, общественной среды, в которой они существуют. Однако все это является достаточно ущербным, хромым, неполноценным и легко демонтируется. Что же является подлинным знанием? Есть два типа фундаментального знания, которые нельзя опровергнуть. Первое фундаментальное знание – это знание нашей конечности, то есть знание того, что мы умрем. А второе фундаментальное знание – это знание коммуникативного кода. Мы знаем язык, и мы не можем его не знать, потому что если мы его варьируем, меняем, начинаем с ним играть, вступаем с ним в отношения произвола и плохо просто его знаем, то коммуникация разрушается, и мы просто не выражаем никаких смыслов или выражаем непредсказуемые иные смыслы. То есть язык – это безусловная вещь именно потому, что он условен. Это код. И, как говорит нам монотеистическая евроамическая традиция, этот код был открыт Адаму его творцом. Он научил Адама имена, он открыл ему имена, которых ангелы не знали. Он сказал ему, что вот это, это, это называется так-то, 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 ангелы оказались позорублены. Эти слова, они являются творческим актом Всевышнего, которому он приобщил человека. Он дал ему язык в откровении. Дело в том, что и смерть, и коммуникация внешнего типа приходят человеку с концом золотого века. После того, как кончается райско-блаженное состояние, в котором, как говорит традиция, человек общался друг с другом телепатически и не знал о том, что он смертен. Вокруг него среда выступала в качестве, как говорил Фрейд, такого изначального блаженства, которое у зародыша материнскую троги, из-за теоретического блаженства. У человека не было зазора со средой. Но вот приходит повреждение или сигнал, или приходит первый пророк, изгнанный из рая адом человечества золотого века, и передает им весть о том, что есть развлечение между добром и злом, есть фуркан, и с этим моментом сразу же кончается единство со средой, начинается усвоение сложной кодовой системы передачи информации, качается телепатическая связь, и возникает два безусловных знания. Они вместе с тем, эти два безусловных знания, характеризуют состояние реальности, которое, ну, мягко говоря, скверно, оно противоречит раю. Потому что здесь мы умираем, и здесь мы вынуждены не совершенно общаться на безусловном, хотя и совершенно номиналистски изобретенном кодовом сигнальном языке. Это вещи безусловные, но характеризующие состояние поврежденное. Эти вещи, как я показал только что, связаны друг с другом антологически. Они связаны друг с другом через привнесение повреждения и сознание падшества, с одной стороны. Но с другой стороны, они связаны друг с другом и еще иначе, о чем я скажу чуть дальше. Вера, реальная вера, которая представляет собой позиционирование интеллектуальной воли, ориентированной на то, что долженствует, ей приходится иметь дело с двумя этими данностями – смертью и коммуникацией. И я здесь хотел бы сразу перейти к следующему тезису, взяв, что называется, показа рога. Есть два типа веры. Есть вера антологическая и есть вера гностическая. Что такое антологическая вера? Антологическая вера, она присуща как бы изначальной природе человека. Она есть утверждение бытия как полноценной, изначальной и фундаментальной модальности утверждения, характеристики того, что есть и без чего и в ничего ничего быть не может. Как говорит один из великих учителей шиитского богословия XVII века Малласана, природа бытия не различается ни на вверху у них внизу, в лечей степени его может убывать. Как природа света, она и у солнца, и у свечи одна и та же. Но просто может быть либо ослепительно бесконечно много света, либо этого света очень мало, он как бы едва-едва светит. Но это один и тот же свет, это бытие. И сущность бытия, она внутри себя неизменна. И это есть Бог, говорит Малласан. На самом деле антологическая вера открывает Бога как максимум или оптимум бытия, а эзотерическая сторона антологической веры открывает гораздо более глубокую сторону. Бог есть то, в чем бытие встречается само с собой и смотрит само в себя. Сделаем шаг еще дальше. Это то место, где совершенное бытие, которое принадлежит Богу, как его атрибут, потому что Бог обладает всеми атрибутами, в том числе и атрибутом бытия. Это совершенное бытие, которое идет навстречу бытию несовершенному, которое есть человеку, и дополняет его до себя и до совершенства. И в этой встрече и позиционируется, определяется, познается Бог с точки зрения антологической веры. это одна позиция. Есть позиция гностической веры. Гностическая вера исходит из совершенно противоположной точки зрения. А именно, что Бог трансцендентен бытию, противостоит бытию, невозможен с точки зрения бытия. что Бог есть абсолютно иное, нежели то бытие, в котором, как говорит упомянутый, цитированный в Саду, свет солнца и свет свечи единосущностно, потому что есть только различие в степени. Нет, учит гностическая вера, Бог за пределами бытия и противостоит бытию как неправде. Это очень сложно принять и это очень сложно понять, но на самом деле дух авраамизма и дух единобожия, дух пророчества опирается как раз на гностическую веру. И в связи с этим различением различается также и весьма фундаментальная вещь отношения к чуду. Чудо, которое тесно связано с проблемой как веры, так и знания, потому что чудо есть один из тех аргументов, которые столь часто у пророков требовали люди, требовала паства, требовала аудитория, которая говорила, докажите, что вы являетесь пророками, докажите, что вы посланы от истинного Бога явлением чуда. Так вот, в этом направлении, в этом аспекте есть, скажем так, два подхода. Антологическая вера ориентирована на чудо, которое состоится в сфере изменения сущностей. Антологическая вера ориентирована на чудо, которое состоится в сфере изменения сущностей. То есть, есть некая сущность, которая меняется вопреки ожиданию, вопреки так называемым законам реальности и демонстрирует тем самым прорыв в антологической сети непреложных и обменимых законов. Это антологическая вера. Есть гностическая вера. Гностическая вера связана как раз с двумя этими фундаментальными характеристиками, которые образуют то, что принято называть билогией. Это смерть и код коммуникации. Гностическая вера требует трансцентирования и смерти через воскресение и кода коммуникации через откровение. Поэтому явление такого порядка концентрирования есть чудо, связанное именно с гностической верой. Но поскольку воскресение Лазаря или воскресение Богом перед Авраамом мертвых птиц, когда тот помолился к нему на горе моря, является внешним свидетельством и мы внутренне этого чуда испытать не можем, то нам одного откровения, как чудо, которое предшествует будущему воскресению и которое является воочию сложившимся фундаментальным моментом трансцентирования кода коммуникации. В частности, именно с этим связано обращение Всевышнего пророка Мухаммаду, мирового благословения ему, когда он, явив ему первый аят, сказал «читай, экран, превозмогая отсутствие возможности читать, трансцендируя код коммуникации». Именно поэтому Коран вызывается чудом, именно поэтому Коран является специфическим документом, отношение к которому тесно определяет всю интеллектуальную дальнейшую работу. религиозную философию. Здесь много говорили, в частности, о религиозной философии. Религиозная философия, на мой взгляд, это аксиуморон. Не может быть религиозной философией, может быть только теологией. Она отличается от всякой философии тем, что у нее есть формат, который задан извне. Это откровение. Теолог работает с откровением. Он не может фантазировать по его поводу, он может его интерфретировать, он может проводить его на человеческий уровень, интерфрализировать, но он не может ставить его под вопрос. Он работает с ним как с молотком, если угодно. Представьте себе критического плотника, который критически оценивает свой молоток, работая, так сказать, задавая вопросы по форме его молотковой существенности. Нет, он работает. Откровение – это то, чем мы, я имею в виду люди и веры, должны работать. И это формат теологии, а не философии. И в заключение скажу следующее. Наше время, время, которое грядет, это время людей и веры. Это время теологии, которое будет методом создания нового отношения к объективной действительности, если угодно, создания новой физики и новой математики, а также теология ляжет в основу политики и теология ляжет в основу моделирования истории. Потому что мы вступаем в полосу эсхатологического заката истории. Эсхатологического против бесконечной футурологии неопределенной длительности. Спасибо. 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 Аплодисменты. Спасибо.